В России за последнюю неделю снижается заболеваемость коронавирусом. По данным Роспотребнадзоров, в стране омикрон отступает. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 352 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 40 473 человека. Из них 32 789 выздоровели, 488 человек госпитализированы. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил с 80-летием героя социалистического труда и заслуженного работника сельского хозяйства республики Датку Кишаева. Вся наша республика гордится достижениями земляка. И не только плодотворный труд отличает именинника. Честный, упорный и принципиальный он обладает добрым, отзывчивым сердцем и открытой душой. Поздравление с юбилеем Датка Карович принимал в кругу семьи, в окружении родных и близких. И от имени главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова. О юбиляре, о его трудовом пути и настроении в день юбилея расскажет Альбина Ламкова. С 1913 года по сегодняшний день с землей связан. И не ошибся. Датка Кишаев начал свой трудовой путь с 13-летним мальчиком. Всё потому, что были тяжёлые времена и на семью выпали трудности. Датка был старшим. Младшему брату было 6 лет, а сестрёнке 3 года. Тогда заболела мама и все обязанности по обеспечению семьи легли на его плечи. И Датка стала работать трактористом в колхозе Кубань. Надо мной смеялись. Ты ещё такой пацан, кто тебя возьмёт на работу? Ну нашлись, который меня пожалели, взяли на работу. И не ошибся, что я стал трактористом. Дело в том, что в наше время, знаете, многие не ценят эту работу. Да, он тракторист, он был и трактористом. А на самом деле этот тракторист кормит. Не один тракторист, все механизаторы мира кормят весь мир. Датка Кишаев проработал почти шесть десятков лет в родном ауле Псыш в колхозе Кубань. У него были старшие товарищи, которые вложили в него практические знания по обработке земли. Поэтому стал руководителем бригады из сорока человек, где каждый чувствовал себя как в единой большой дружной семье. Но в то же время он был строгим. Не щадил себя. Того же требовал и от других. Датка Карович, как никто, понимает, насколько нужно быть внимательным и заботливым к земле. Поэтому были высокие показатели урожая в его бригаде. Пережив трудные годы перестройки, он знал, что обработку полей он не оставит. Это и сделал. И даже после того, как практически перестал существовать колхоз Кубань, его бригада еще продолжала работать. Поэтому в семье Кишаевых слово «труд» подразумевает образы их жизни. Любовь к земле Датка Карович привил и к своим детям. Старший сын на летних каникулах по окончанию седьмого класса работал у отца в бригаде слесаря. И двое других детей тоже трудились в поле. Самая младшая среди братьев – сестра Олеся. Она была любимым цветочком в доме. Несмотря на свой юный возраст, старшие ее братья поручали сестренке исполнять важные просьбы. А все потому, что строгий отец, видя Олесю, становился добрым и безотказным папой. В любое время я знала, что у меня есть крепкий плечок. Когда мне было плохо, я могла к нему обратиться. Я знала, что он мне погладит. Все, у меня все полячки проходили. Могла пожаловаться, он меня защищал. Хотя у меня три брата была, может, и это тоже. Но я себя до сих пор чувствую как за каменной стеной. Не только беспредельная любовь к земле, верность своему призванию, трудолюбию и усердию способствовали достижению высоких результатов земледелия. Но и поддержка родных. Поэтому самая большая награда за прожитую жизнь стала крепкая семья в окружении внуков. А их 11. Есть уже и правнуки, которые всегда радуют дедушку и бабушку Лиду. Она служит хранителем семейного очага, и без нее невозможен такой уют в доме. Это правда, так как всем известно, что за каждым сильным и успешным мужчиной, такой как Датка Каравич, стоит мудрая женщина. К тому же и очень скромная. И вместе они уже более полувека. Поздравить Датку Кишаева собрались не только его большая семья, но и руководители районной администрации. Юбиляр всех приветствовал бодро и, как всегда, в хорошем настроении. Поздравил героя социалистического труда Датку Кишаева и глава республики Рашид Тимрезов. От имени руководителя региона зачитал пожелания глава Базинского района Руслан Кужев. В нем было отмечено, что юбиляр – один из достойнейших жителей Корчаева-Черкесии, который посвятил свою трудовую жизнь благородному делу и стоял у истоков развития сельскохозяйственного производства в республике. Огромная преданность родной земле, трудолюбие, усердие, верность призванию и выбранному пути стали залогом невероятных успехов в земледелии. Вся наша республика гордится достижениями земляка. И не только плодотворный труд отличает сегодняшнего именинника. Честный, упорный и принципиальный. Он обладает добрым, отзывчивым сердцем и открытой душой. Было отмечено в поздравлении. Я познакомился с Даткой Карловичем лет 25 назад. Встретился на поле с его сыном Муратом. Тогда он мне, я как ничего не знаю, в этом деле было большое желание. Он мне помог тогда советами, познакомился с его отцом. Даткой тогда направляли на правильный путь, как все будет лучше. И с тех времен мы общаемся. Я знаю эту семью очень хорошо. Желаю благополучия в его лице, всей его семье. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Абадинский район. Жители одного из микрорайонов Черкеска обеспокоены невозможностью безопасно перемещаться вдоль проезжей части. Территория, вокруг построенной в середине прошлого десятилетия домов, выглядит вполне благоустроенной. Но вот пеший путь по улицам Октябрьской и Космонавтов вызывает немало нареканий. По маршрутам горожан прошелся и наш корреспондент Артур Махце. Эта плита и размещенный на ней люк обслуживающей организации давно стали местной достопримечательностью. Об их существовании по улице Космонавтов в Черкесске многие взрослые жители окрестных домов помнят с детства. Говорят, ничего подобного не доводилось видеть больше нигде. И ладно, если бы это был единственный проблемный участок пешеходной зоны. Выбоины в тротуарах скорее смахивают на полигонные траншеи. Люди вынуждены переходить дорогу, где придется, лишь бы не повредить себе что-либо. Те 10 лет, и 10 лет вот так. Ну, то есть вы переходите здесь вот по тротуару проходите? По краешку. По краешку прохожу. А вечером? Вечером я стараюсь не выходить. Вы что, хотите, чтобы я ноги протянула, что ли, здесь? Немногие, кому схожесть с природным бездорожьем приходится по нраву, это местная живность. Остальные обитатели микрорайона в южной части города хотели бы чуть больших удобств для передвижения. Особенно данное пожелание актуально в отношении маломобильных граждан, а также семей с малолетними детьми. Удобно ходить по дороге? Нет, почему там камни, грязь, очень грязно, и можно на камнях упасть, попачкаться в грязи. Своей дочери вторит и мама Вероника, ведь именно ей приходится брать на себя функции то проводника детей по грязи, то грузчика, переносящего самокат или коляску. Здесь у нас есть два пути, либо более долгий, но по тротуару, частичному тротуару. И иногда, когда мы спешим, мы переходим дорогу в неположенном месте, потому что идти до пешеходного перехода очень далеко, и мы делаем огромный крюк. Но есть еще второй, более короткий путь через грязь и камни, и высокие бордюры. Выходящие из ближайшей остановки общественного транспорта люди просто так на этот тротуар не попадут. Им приходится перебегать проезжую часть в неположенном месте, либо идти вдоль двигающихся автомобилей, рискуя оказаться под колесами. По грязи многие сейчас идут именно из-за того, что нет нормального. Конечно, нету там перехода. Вот перешли, надо выходить или на ту сторону, а нам же сюда подходить надо. Вот мы и так и идем. Впрочем, нарушают правила и автомобилисты. Так водители пазиков забирают пассажиров с остановки и разворачиваются через сплошную линию. Просто иного варианта для резкой смены направления движения здесь попросту не существует. Чтобы решить комплекс вроде бы незначительных, на первый взгляд, проблем, необходимо участие представителей городского управления ЖКХ, а также обслуживающей организации. Нет сомнений, что первые обратят внимание на ситуацию и помогут горожанам. Не исключено, что и вопрос с переносом бетонной плиты и люка также решаем. Все-таки оставлять тротуарную зону в виде испытательного полигона для пешеходов тоже не стоит. Артур Мхце, Али Батстанов, Вести, Карачао, Черкесия. Ну а сейчас узнаем, какой будет погода на завтра. Слово нашим синоптикам. Температура ночью минус 3,5, а днем 7-9 градусов выше нуля. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Все внимание телезрителей сейчас приковано к зимней Олимпиаде в Пекине. Россия болеет за свою сборную. В копилке наших олимпийцев уже 24 медали разного достоинства. Завтра произвольно программа у фигуристов. Шансы большие на золото. Наверное, мало равнодушных людей, которые бы не переживали за российских спортсменов и с огромной радостью следят за их результатами. И вот мнение жителей Черкеска о главном спортивном событии года. За Олимпиадой смотрите, наблюдаете? Да, конечно. А за какой вид больше всего болеете? За что мы лыжи смотрим, да? Лыжи, да. Лыжные гонки. В целом, как вам выступление наших спортсменов? Молодцы, стараются. Молодцы. Уже много медалей. А за какой вид болеете? Да, за все виды. Все же они наши. Россия – это нашим. Мы за всех спортсменов болеем. За гимн, за флаг обидно? Да, естественно, спрашиваете. Еще как обидно? А как должны вести себя наши спортсмены в этой ситуации? Еще лучше. И дай бог, чтобы они все были с медалями. Результат хороший должны в любом случае. Это никак не отразит то, что там флаг лишили или что-то еще, короче. Все прекрасно, весь мир знает, что это наши ребята. Смотришь за Олимпиадой? Да. За кого болеешь? За Камилу Валиеву. Почему? Потому что мне очень нравится фигурное катание. Еще за какие виды? Биатлон. Итак, завтра на нашем канале в 13.00 не пропустите произвольную программу по фигурному катанию. Будем болеть за Камилу Валиеву, а также Анну Щербакова и Александру Трусову. И последнее. В Черкесске открылась белорусская ярмарка мужской и женской обуви в верхней одежды. В Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8 представлены новые весенние и зимние модели, которые украсят гардероб покупателей. Порадуют ассортимент и цена, и качество. Подробнее расскажет Корча Биджеев. Белорусские товары всегда славились своим качеством и надежностью, и это неспроста. Ведь все сделано на совесть. На ярмарке представлен большой ассортимент женской и мужской весенней и зимней коллекции пуховиков-плащей на любой вкус, которые защитят от дождя, ветра и мороза. Также есть куртки из натуральной кожи с мутоном. Это ценные овщины особой выработки, отличающиеся повышенной мягкостью и блеском. Наличие все размеры от 46-го до 74-го. Куртки зимние, демисезонные зимние, куртки из натуральной кожи, стальные нержавеющие замки очень долго служат. Также внутри мех натуральный овчинный мутон. Модели представлены как прямого кроя, так и пилот. На ярмарке представлен большой ассортимент мужской, женской, фабричной белорусской обуви. Есть и специальная ортопедическая для проблемных ног. Туфли, макосины, сапоги и полусапожки всех размеров и цветов из качественной прессованной кожи пополнят ваш гардероб. А водостойкая подошва защитит ваши ноги от влаги в дождливую погоду и не позволит скользить по льду. Купила ботиночки, очень удобные, мягкие. А сегодня мы купили курточку тоже, прекрасного цвета, сидит отлично. Спасибо, что приезжаете сюда, за ваше внимание. Сегодня я посетил магазин белорусские товары. Очень мне понравилось. Приобрел я себе ботинки. Ну, в общем, качественные. По цене тоже неплохо. Так что всем рекомендую. Всем покупателям предоставляется скидка до 70%. А также приятный бонус для пенсионеров. И дополнительная скидка. Белорусская ярмарка будет работать до 20 февраля. Включительно с 10 утра до 7 вечера. Качество и комфорт ждут вас. Карча Биджиев, Роберт Джагутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение фильма «Холодные берега». Приятного просмотра и ждите вестей. Продолжение следует...